ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ Друзья, привет! Это проект ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ. Сегодня у нас один из самых главных экспертов в нашей рубрике, Александр Семенович, кандидат наук, доктор, основатель ИКСИ-клиники. Сегодня мы поговорим о том, как вы помогаете родителям становиться родителями, как пара, вы помогаете и содействуете, вся ваша большая команда. Мы находимся на новом этаже, новый корпус, абсолютно новый этап, я так понимаю, бизнеса тоже. Сегодня поговорим и о бизнесе, и этот будет сюжет полезен тем, кто планирует детей, и по каким-то обстоятельствам не получается. Я тоже расскажу личную историю свою, которую вы меня проконсультировали, я вам за это очень благодарен, иногда эмоциональная поддержка тоже очень важна. Давайте начнем так, как все начиналось, как вы выбрали это направление, вообще вот репродуктивная медицина, это как вообще произошло в вашей жизни? Знаете, это очень похоже на шуточный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы стали доктором? Вы знаете, после того, как я закончил медицинский университет, у меня не было другого выбора. Это точно, особенно учитывая, сколько вы там учились, там дороги назад нет. Что касается репродуктивной медицины, то в старые добрые времена, в начале 90-х годов, я понимал, что работа с заведующим женской консультацией, это не та мечта, к которой я стремился. Это была интересная работа, это была очень важная, это была очень нужная работа, но она не была связана с новыми медицинскими технологиями, она не была связана с чем-то самым-самым современным, и было желание что-то в жизни поменять. И появилась такая возможность, как раз только-только начало развиваться, это была первая клиника в городе Киеве, которая занималась репродуктивной медициной, меня туда пригласили, и в течение многих лет я там работал врачом, репродуктологом, и помогал рождаться детям в тех ситуациях, когда без нашей помощи они родиться бы не могли. Мы видели у вас в одном из кабинетов огромное количество фотографий, это только малая часть, кому вы помогли. Мы перед интервью тоже общались, и огромное количество благодарных семей говорят вам искренне спасибо за то, что вы делаете. Это, наверное, самое дорогое спасибо, которое может вообще произойти, оно ни с чем не сравнимо, ни с покупкой недвижимости, яхты или еще чего-то. В общем, если вернуться в вот этот первый этап, вы первооснователь, грубо говоря, новая абсолютная тема, это риски, это были колоссальные риски и в сторону вашей репутации, в сторону того, чтобы взять эту ответственность и вытянуть, потому что там ошибка, она такая очень эмоциональная, можно сказать. Был хейт вообще какой-то в городе, что там занимается Александр Семенович, чепухой какой-то занимается там. Был же, наверное, в особенно советское время, я думаю. Сначала ремарка по поводу покупки яхты, ощущение при этом и ощущение от благодарности наших пациентов. Яхту не покупал, но по ощущениям... Это действительно вдохновляет, это действительно тот драйв, за который ты готов работать. Что касается того аспекта, что это действительно что-то такое очень ответственное, очень важное, и то, что тебя настраивает сразу, в общем-то, на повышенную какую-то ответственность по отношению к пациентам, это действительно так. Это действительно так, и мы, может быть, не с самого первого начала, врачи-репродуктологи стали той специальностью, которой все сказали, да, это на вершине современной медицины. Вначале это было что-то такое, что-то они там делают, это больше было похоже на алхимию. Что-то берут какие-то сперматозоиды, что-то берут какие-то яйцеклетки, что-то соединяют, и потом дети потом рождаются. То есть, что они там делают, никому не было известно. Но мы это делали, делали из года в год, десятилетия в десятилетие. И на сегодняшний день репродуктивная медицина – это полноправная отрасль медицины, связанная с такой непростой проблемой, с таким непростым решением вопроса, как рождение детей. Давайте более точно сформулируем все-таки, что такое репродуктивная медицина. Возможно, кто-то не так для себя изложит эту трактовку. Репродуктивная медицина – это медицина, которая занимается всеми случаями, всеми вопросами, связанными, когда у супружеской пары возникают сложности с рождением ребенка. Сложности бывают самые разные. От совсем-совсем небольших, где достаточно просто совета. Совета для того, чтобы все сложилось хорошо. И порой этот совет работает. Именно только совет работает. Даже когда люди не могли забеременеть 5-10 лет. Достаточно совета, и все сразу срабатывает. И это до очень сложных ситуаций, до генетических нарушений, которые возникают при рождении ребенка, которые могут приводить к тому, что ребенок рождается с изначально нежизнеспособным, с генетическими болезнями, при которых он не может жить. А наша задача – создать условия для родителей так, чтобы клеточки были настолько здоровые, чтобы будущий ребенок, который родится, не носил эти генетические заболевания, не имел этих проблем. И таким образом мы как бы очищаем их генетический код от их генетических проблем. И это приводит к рождению здорового ребенка. То есть это очень уже сложные задачи, которые на сегодняшний день, как это ни парадоксально, стали рутиной в нашей работе. Я хочу сразу же именно в этом моменте дополнить, еще раз вас поблагодарить. Когда у нас была первая встреча, мы просто знакомились. Я показал вам анализы, на которые один из докторов в городе Киеве, которого якобы вроде бы он и на слуху, его уважают, но у него нет такого, назовем это предприятия, или клиники, которая не подкреплена большой ответственностью. И это было два кардинально разных мнения. И ваше мнение, оно было настолько точное, и правильное, и честное. Просто оно было честное, без никаких накрученных испугов или еще чего-то. Поэтому вам спасибо за профессиональный взгляд. Это я в копилку вашего профессионализма. Того, что специалист, он же видит вот здесь и сейчас очень быстро. И, как вы сказали, достаточно одного совета для того, чтобы 50-летняя проблема превратилась в большое счастье. Если мы говорим, сейчас 21-й год, середина этого нелегкого для кого-то очень, может быть, успешного, но тем не менее такой турбулентного года. На данный момент с какими проблемами все-таки, вот если их можно как-то выделить, объяснить, да, потому что не получается это так очень обширно. Вот с какими проблемами пары сталкиваются? На сегодняшний день эти проблемы можно разделить на два таких направления, да. То есть это направление мужской фактор, когда… Мужское здоровье. Мужское здоровье, мужской фактор ненаступления беременности, когда у мужчины либо ослаблены показатели, да, либо сперматозоидов очень-очень мало, либо их совсем нет. И в этом случае, то есть это никак не меняет планы супружеской пары на рождение ребенка. И они обращаются к нам с этими вопросами, и наша задача обеспечить им появление следующего поколения. Это может быть различные подходы, это могут быть различные методики, но задача в конечном итоге в любом случае решается. Получить результат. Это первое направление. То есть мужской фактор. Мужской фактор, да. Есть очевидно женский фактор. Есть очевидно женский фактор. Чаще всего это непроходимость маточных труб, чаще всего это эндометриоз, чаще всего это различные эндокринные нарушения. И каждый раз под каждую проблему выбирается своя методика. Методика индивидуальная под решение именно конкретной задачи. Нет общей методики. Люди приходят с одним вопросом, с другим, с третьим, с пятым, с десятым. И для каждого вопроса у нас есть своя методика, которая позволяет решить эту задачу. И третье направление, да, когда приходит супружеская пара, в которой есть и мужской фактор, и вопросы по женскому здоровью. То есть сложная задача какая-то. Сложная задача. Но эти задачи тоже решаются. И для этого у нас тоже есть методики. Чтобы не быть слишком, возможно, слащавым, неужели все вопросы решаются? Неужели вот... Конечно. На сегодняшний день можно решить? Абсолютно. То есть страх вот этот, когда внашивают... Ну, бывает вообще, конечно, они не могут иметь детей. Мы об этом сейчас не говорим. Бывает. Может, возможно, после аборта или еще чего-то возможно. Или нет такого? Я бы хочу сказать, что на сегодняшний день этого уже нет. То есть не существует ситуации, при которых репродуктивная медицина, с гордостью произношу, репродуктивная медицина не может помочь. При любых. Это же сильное заявление. Это сильное заявление, но это реальность сегодняшнего дня. У вас один этаж и сейчас второй еще этаж. Два этажа. Это или больше? Нет. На сегодняшний день клиника расположена на пяти этажах нашего... Пять этажей. Пять этажей нашего здания. В центре нашей столицы, город Киев, на улице Лобановского. А что это? Что это за этажи? Зачем столько много? Это вот... Это этажи, где ничего просто так не происходит. Один этаж – это операционная. Другой этаж – это палаты для пациентов после операции. Третий этаж – это клиника сердца, где происходят самые, говорится, животрепещущие моменты. Между смертью и жизнью, да, получается. Где появляется новая жизнь, где появляется новая жизнь, где происходит забор эциклеток, где происходит оплотворение эциклеток сперматозоидами, где происходит культивирование этих эмбриончиков, да, и потом перенос этих эмбриончиков в полость матки. Это этаж, где происходят генетические исследования для того, чтобы убедиться, что беременность, которая наступила, она здоровая, и через 9 месяцев мы будем ждать рождения именно здорового ребенка. Это этаж, где есть у нас офисная часть, для того, чтобы там можно было расположить управленческий состав клиники. Менеджмент. Менеджмент, да. И у нас целый этаж находится под реконструкцией, для того, чтобы разместить там отдельно именно новый блок, связанный с искусственным оплотворением. Такую колоссальную ответственность вы несете, слава богу, не седой, у вас нету седины, подкрашиваете, наверное. Ну, честно, я не представляю, как вообще быть доктором, а еще и вот в такой тонкой эмоциональной атмосфере. Ну, тем не менее, действительно, наверное, это призвание. Резюмирую сейчас. То есть, по факту, любая проблематика по тому, чтобы создать новую семью, продолжение рода, она решаемая. Просто должны быть специалисты, должны быть технологии, должны быть, все это должно быть собрано в одной единой системе, наблюдение, и все получится, правильно? Именно так. Все, супер. Вот даже не хочется дальше углубляться. Если говорить о команде, потому что это вообще самая, наверное, вот та команда, она берет как раз тоже на себя ответственность. Вы частично или полностью формируете ее, кого-то увольняете, кто послабее, сильные остаются здесь, сильнейшие. Что можно о них сказать? Что это за чудо-люди вообще? По-другому не скажешь. Я могу сказать, что наша команда – это наша гордость. Это команда, которая сформировалась за десятилетия нашей совместной работы, нашей помощи нашим пациентам. Это люди, которые в течение десятилетий отточили свой опыт, настолько высоко, что на сегодняшний день не существует задач, которые бы мы не могли решить. Класс. И поэтому развитие новых сотрудников в нашей клинике происходит до высокого уровня специалистов, происходит гораздо быстрее, чем если бы они пытались развиться сами, достичь чего-то сами. То есть мы обучаем, берем на работу именно тех людей, которые обучаемы вот этим новым медицинским современным технологиям. Что можно пожелать парам? Иногда очень часто, я, по крайней мере, это слышал, срабатывает эмоциональный настрой, срабатывает внутреннее какое-то состояние. Вы здесь, мне кажется, еще как и психолог просто работаете, ваша команда. Что вы можете про эту сторону медали сказать, помимо того, что репродуктивная медицина – это сильный инструмент, что можно, вот как поддержать, настроить, потому что некоторые в уныние, некоторые вообще не верят, и даже могут посмотреть сейчас это интервью и сказать, да нет, мне тысячу сказали нет, и пойти дальше. Без возможности еще раз попробовать. Мы регулярно работаем с теми пациентами, которым уже тысячу раз сказали нет. Мы регулярно работаем с теми пациентами, которые сделали уже десятки программ безрезультатно, а после нашей клиники они уходят с рождением ребенка. Поэтому для нас работа с такой непростой категорией пациентов, которые уже, возможно, отчаялись, возможно, даже не один раз отчаялись, но, тем не менее, каждый раз находят в себе силы продолжать движение в вперед. Поэтому для нас это, ну, обычная наша практика, это обычная наша работа. У нас в штате есть психолог. Если дополнительно к работе с репродуктологом нужно общение, нужна какая-то помощь именно психологическая, мы оказываем и такой вид помощи. И это действительно иногда нужно, иногда нужно, потому что репродуктивная медицина, она связана с фертильностью клеток, то есть клеток, которые могут давать, а могут не давать беременность. Клетки, которые быстро дают результат, клетки, которые не так быстро дают результат. И пациентам порой очень сложно из обычной жизни, придя в репродуктивные вопросы, очень сложно понять, что здесь не бывает вот хочу и получилось. Здесь иногда надо постараться, чтобы получилось. И иногда быстро очень, все легко складывается. Иногда нужно приложить какое-то время и терпение. И наша задача объяснить пациентам, что это временные сложности, временные трудности, и нас ждет однозначно успех, и вот вселить веру в пациента, что у нас все получится, да, мы это можем. Это как и в бизнесе, и в любом деле, вера, она побеждает очень, очень, даже она творит чудеса, мы это даже видели в разных репортажах. Финал, хотя не хочется вас отпускать, тут можно в этой теме очень долго говорить. Я знаю, что у вас же не только вы с Украины помогаете, здесь к вам разные приезжают и гости, и национальности, и истории, я уверен, очень много. Я бы все-таки попросил одну какую-то нестандартную, может быть, если вы вспомните с вашей практики, может что-то Саудовская Аравия, там она с Китая, я не знаю, может быть. Вы знаете, я могу сказать только одно, что в нашей практике огромное количество нестандартных ситуаций. Я бы сказал, у нас нет стандартных ситуаций, у нас есть только нестандартные ситуации. Но в качестве примера могу привести наших пациентов, которые приехали из Австралии. Из Австралии? Из Австралии, это просто вот, вы сказали, откуда-то из-за границы. Я в самую дальнюю страну. Они приехали из Австралии. Они приехали из Австралии. И в Австралии, мы по переписке знали перед тем, как они уже приезжают, у них уже было около 15 программ по искусственному оплодотворению безрезультатных. Каким-то образом, каким-то чудом они узнали про нашу клинику. И приехали из Австралии долго очень... Они не могли поверить, что на другом конце земного шара им действительно смогут помочь. И они приехали и очень долго сомневались. Они то вставали на программу, то говорили, что они передумали. И вот это вот было, наверное, где-то в течение недели. Потом они сказали, да, мы все-таки решили, мы идем. И в первом цикле они получили беременность, и в первом цикле они в ходе программы все закончилось хорошо. Проверили генетический анализ, сделали без всяких генетических нарушений. А там были проблемы, что там у папы были особенности, да, у будущего папы. Мы сделали это так, что все сложилось хорошо, родился здоровый ребенок, и мы очень счастливы вместе с этими пациентами, что так красиво мы решили их задачу. Я хотел спросить, какие цели у вашей клиники по стратегии? Я думаю, что очевидно нужно открываться в Австралии. Это точно. Не очевидно. Не очевидно. Или в других. Ну, в общем, безусловно, это легко сказать открываться, правда, но это за этим и стоит колоссальная работа, инвестиции и все остальное. И каждый сантиметр этого помещения, безусловно, тут большая ответственность. Ну, все-таки вы уже столько лет на рынке Украины, один из лидеров, с душой это делаете. Как вот, если мы чуть-чуть про бизнес поговорим, вот все-таки, как вы стратегически видите дальше идти? Я вижу, что, ну, вот свежий этаж, мы стоим на свежем этаже. Это реально очередной этаж, очередной этап, потому что другие сдаются, может быть, еще что-то у вас, слава богу, идет рост. Я считаю, что вот в том виде, в котором обычно говорят бизнес-бизнес, репродуктивная медицина, это не совсем бизнес, это все-таки в первую очередь помощь людям. Если только воспринимать это слово, как дело, которому ты отдаешь всю жизнь, вот тогда это бизнес, тогда это бизнес, как дело, которому ты посвятил всю жизнь. Вы как художник вообще для меня, вот знаете, вот с душой рисуете, ваши картины, они, ну, очень, они бесценны, ну, получается, грубо. Вы помогаете рисовать. И мы рисуем каждый день. И вы рисуете каждый день. Что можно сказать про какие-то наши перспективы, как мы это все видим, как мы все это понимаем, наше будущее. Невозможно в медицине стоять на месте. Если ты стоишь на месте, значит, ты уже покатился назад. В медицине возможно только движение вперед. это не значит, что у нас должно быть 10 этажей, да. То есть можно развиваться не этажами, можно развиваться технологиями, можно развиваться уровнем эффективности оказанной помощи, можно развиваться большим количеством рожденных детей. То есть и в этом направлении мы будем идти дальше. Очень душевно, и даже вот в этом ответе все ваши ценности, они отражаются. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Мне кажется, это фантастически. И хочется всем просто пожелать, верить в то, что у вас все получится. Всем пожелать становиться мамой и папой, наслаждаться новыми этапами в своей жизни. И, наверное, оценить, правда, когда люди иногда просто у них рождаются, они, наверное, не осознают, что вот эта фраза, когда их бог или судьба подарила, это действительно так, наверное. Нельзя с этим не согласиться. Действительно, ценность очень часто приходит через тернии. А когда это все так легко дается, часто это действительно не ценится. Согласен. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо. Спасибо.